Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Команда Новосибирской области с непростой победой начала второй этап волейбольного турнира Спартакеада сильнейших. Взять верх над Белгородской областью удалось лишь на тайбрейке. Новосибирская команда вела 2-0, причем обе партии завершились с одинаковым счетом 25-22. Но белгородцы смогли вернуться в игру, выиграв третий и четвертый сет и перевести встречу на тайбрейк. Пятая партия тоже была напряженной. Победу новосибирцам удалось вырвать лишь при игре на больше-меньше 16-14. После матча наставник команды Пламен Константинов отметил, что у его подопечных были проблемы с подачей и совершенно не пошла игра у диагональных. Пятая партия, которая хорошо принимает и хорошо снимается с хорошим приемом, всегда будет сложно играть. Самое главное сегодня, что играли плохо, а нашли способ выиграть. Когда все получается, там все понятно. Я доволен от того, чтобы все-таки собрались ребята и выиграли. Новосибирская область продолжает делить верхнюю строчку турнирной таблицы с Республикой Татарстан. Оба коллектива идут без поражений. Волейбольный марафон продолжится сегодня матчем с командой Санкт-Петербурга, которая укомплектована игроками местного «Зенита». Определен состав сборной региона на турнир пловцов в рамках спартакиады сильнейших спортсменов страны. В Санкт-Петербурге выступят 18 человек, 10 девушек и 8 парней. Главные медальные надежды связаны с Ариной Сурковой. Девушка уже на протяжении многих лет является лидером новосибирского плавания. Суркова – участница Олимпийских игр в Токио, призер чемпионатов мира и многократная победительница чемпионатов России. Специализируется девушка на коротких спринтерских дистанциях – 50 и 100 метров, вольным стилем и баттерфляем. Выступит на спартакиаде триумфатор недавних международных игр «Дети Азии» Кристина Маркина. 14-летняя девушка выиграла на соревнованиях 4 золотых медали – в комплексном плавании и на спине. И теперь готова побороться за награды среди сильнейших взрослых спортсменов страны. У мужчин один из фаворитов на коротких дистанциях – Данил Марков. В июле он стал победителем Кубка дружбы в Казани, выиграв 50-метровку в вольным стиле. Спартакиада – завершающий главный старт сезона для российских плавцов. Соревнования пройдут с 21 по 26 августа в Санкт-Петербурге. В новом сезоне мини-футбольный «Сибиряк» точно выступит в Суперлиге. Клуб прошел процедуру лицензирования в РФС и включен в число участников сильнейшего дивизиона страны. Всего в новом сезоне сыграют 10 команд – новички, как раз «Сибиряк» и «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Чемпионат пройдет в четыре круга по системе «Каждый с каждым». Два спаренных матча дома и два на выезде. Восемь сильнейших по итогам регулярки сразятся за медали чемпионатов плей-офф. Первый тур «Сибиряк» проведет 16 и 17 сентября в Москве. До начала сезона у нашей команды запланировано семь товарищеских встреч. Первая уже на следующей неделе с командой высшей лиги и «Райра». На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok